Первое, что вы увидите, откроет скрытые черты вашей личности. Вы думаете, что знаете о себе все? Вы уверены? Сегодня у нас удивительно точный тест, который откроет все личностные черты, которые прячутся в вашем подсознании. И мы собираемся их выявить прямо сейчас. Ну как, вы готовы встретиться с настоящим собой? Тогда оставайтесь с нами и не упустите замечательный бонус в конце. Но перед тем, как раскрыть все тайны своей личности, не забудьте подписаться на наш канал и нажать на звоночек оповещений. Тогда вы всегда будете в курсе всех новинок, появляющихся на нашем канале. А теперь вернемся к нашему тесту. На экране вы увидите изображение, и ваша задача очень проста. Обратите внимание, что вы заметили в первую очередь. Это расскажет о скрытых чертах вашего характера и о вашем текущем эмоциональном состоянии. Готовы? Тогда время открытий пришло! Редактор субтитров А.Семкин Так что же вы увидели в первую очередь? Давайте узнаем, что это означает. Если вы увидели голову волка, то одна из главных черт вашего характера – это аналитические способности и восприятие вещей на более глубоком уровне. Благодаря высокому интеллекту вы можете преодолеть любые трудности и добиться победы даже в самых безнадежных ситуациях. И если вы думаете, что это точно не про вас, потому что в школе оценки у вас были не очень, то вы сильно ошибаетесь. Здесь мы говорим о вашей способности делать точные выводы и находить скрытые связи, которые другие не замечают. Неудивительно, что вы очень наблюдательны и даете отличные советы. Вы немного интроверт, не любите говорить ни о чем и притворяться, что вам есть дело до чего-то, что вам безразлично. Ваш выбор показывает, что сейчас вы довольно уверены в себе. А если нет, пора это изменить, потому что таких людей, как вы, крайне немного. Если первое, что вы увидели на картинке – мальчик, то ваши основные качества – это искренность и доброта. Вы обладаете уникальной харизмой, которая привлекает людей. Кроме того, вы крепко стоите на ногах и легки на подъем, и люди могут поговорить с вами на любую тему. Так же, как и люди из предыдущего пункта, кто увидел голову волка. Вы отличный советчик. Вы из тех, кто придерживается строгих принципов, но при этом не пытается их навязать всем и каждому. Вы готовы о них говорить, но вы также уважаете мнение других людей. Просто вы никогда не будете делать того, во что не верите. Вы человек широких взглядов, который любит людей и жизни. Кроме того, вы всегда следуете своему сердцу, а ваше текущее эмоциональное состояние – спокойствие и умиротворение. Желаем вам оставаться в таком чудесном состоянии духа как можно дольше. Если вначале вы увидели деревья, то, скорее всего, вы сейчас находитесь в тревожном состоянии. Кроме того, вам свойственно нервничать и беспокоиться, поэтому вы не всегда все доводите до конца. Вы позволяете своим страхам управлять жизнью. Вы редко что-то кардинально меняете, потому что не знаете, к чему это может привести и боитесь неизвестности. Однако одна из ваших сильных сторон – это интуиция, которая позволяет вам избегать неприятностей заранее. Прежде всего, вам нужно работать над своими страхами и волнениями. В конце концов, все не имеют представления, что случится в следующую минуту. Но это не означает, что неопределенность должна управлять тем, как мы проживаем свою жизнь, верно? Медитация может стать для вас очень полезным инструментом, чтобы обрести спокойствие в душе. Главное – не прячьтесь в своей раковине. Чем быстрее вы заставите себя выбраться из зоны комфорта, тем ярче станет ваша жизнь. И, наконец, если вы проявили удивительную внимательность и заметили змею на заднем плане, то, вероятно, вы один из самых скрытных людей. Вы интроверт в прямом смысле этого слова, любите проводить время в одиночестве и заниматься своими любимыми увлечениями и делами. Вам весело и спокойно в компании с собой, и по этой причине вы очень цените свободу и уединение. Многие люди знакомы с тем образом, который вы создаете, но не с вами настоящим. Лишь немногим счастливчикам повезло узнать, какой вы на самом деле. Вы, может быть, не до конца это осознаете, но основная причина вашего желания быть отдельно ото всех – это страх не оправдать ожиданий или налепить ошибок. Если это так, то вам не стоит об этом беспокоиться. В конце концов, никто не идеален. И именно уникальные черты и даже странности помогают нам выделиться из толпы. Так что не стоит опасаться за свои небольшие недостатки. Гордо демонстрируйте их. Вот и все. Теперь, благодаря этому короткому тесту, вы примерно знаете, что скрывается в вашем подсознании. Вы можете истолковать полученные результаты и в обратном порядке. Последнее, что вы увидели на картинке – это то, чего нет в вашем личностном портрете, то есть это качество не про вас. Однако, тут есть один нюанс. Если вы заметили сразу несколько вещей, это означает, что в вашем характере присутствуют все эти черты. Возможно, одна из них более выражена, чем другая, но вам стоит принимать во внимание их все. Если вы увидели изображение в целом, не фокусируясь ни на одной из деталей, то все перечисленные черты свойственны вашему характеру в том или ином виде. Поэтому, если вы хотите работать над собой, вам нужно разобраться, какие черты вам нравятся, а от каких вы хотите избавиться. Ведь только нам решать, кем мы хотим стать, верно? Найти себя непросто, но чем раньше мы начнем искать свое призвание, тем лучше. Но подождите убегать. У нас еще бонус, помните? И это еще один забавный тест. Здесь все гораздо проще. Все, что вам нужно сделать, это выбрать цвет. Давайте посмотрим. Красный, зеленый, белый, синий, черный и желтый. С каким цветом вы себя больше отождествляете? Если красный ваш цвет, то вы смелый человек, которому нравится быть в центре внимания. Вы не любите оказываться на вторых позициях и хотите быть лучшим во всем. Именно отсюда произрастает ваше упорство. Кроме того, вы довольно уверены в себе и упрямы, что также бывает полезно. Если вы выбрали зеленый, для вас самое важное – это отношения с другими людьми. Вы готовы почти на все, чтобы ваши друзья и близкие были счастливы и здоровы. Вы довольно спокойный и расслабленный человек, который ценит стабильность, как никто другой. Те, кто отдал предпочтение белому, в жизни придерживаются традиций и идеалов. Им нравится все держать под контролем. Однако тут есть один нюанс. Согласно цветовой психологии, белый считается цветом чистоты и невинности. Некоторые эксперты полагают, что люди, которые выбирают белый, хотят убедить других и, что самое главное, себя в своей непогрешимости. Что, скорее всего, не совсем правда. В любом случае, это всего лишь теория, и вам решать, согласны вы с ней или нет. Если вы предпочитаете синий, то ваши основные качества – это ум и широкие взгляды. Вы энергичны, очаровательны и всегда готовы протянуть другим руку помощи или дать мудрый совет. Вы принимаете других людей такими, какие они есть. А еще вы очень творческий человек. Все эти черты делают вас замечательным другом, братом, сестрой или партнером. Черный зачастую воспринимается как цвет траура, но люди, которому нравится, обычно являются саркастичными реалистами с невероятным чувством юмора. Они могут быть раздражительны, закрыты и наблюдательны. С ними не так просто стать друзьями. Но если вы сможете преодолеть все препятствия, то вам достанется удивительный приз – самый верный друг на свете. И, наконец, любители яркого желтого цвета – это невероятные оптимисты. Они наслаждаются каждой минутой своей жизни и спешат попробовать все на свете. У них обычно миллион увлечений, друзей и планов на жизнь. Самое интересное, что они часто приходятся лучшими друзьями любителям черного цвета. Как говорится, противоположности притягиваются. А что вы думаете по этому поводу? Ваши результаты удивили вас или нет? И какой из тестов понравился вам больше всего? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить этому видео лайк и поделиться им со всеми своими друзьями и близкими, чтобы и они узнали о скрытых чертах своего характера. Подпишитесь на наш канал и присоединяйтесь к Admi. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!